Олёкминский район имеет самые большие поля картофеля в республике. Хорошие показатели в области животноводства. Важно при этом учитывать комплексное развитие, продолжит наш корреспондент. Не просто объезд по объектам, но и анализ работы. Про счёт дальнейшей перспективы так выстроена работа Министерства сельского хозяйства. Два практически завершённых объекта – келятник в Винкюре и коровник в Белькёе. Здесь контрольный выезд, работы идут и уже в ноябре животноводы Амгина Олёкминской фирмы справят новоселье. Перспективы есть и у партнёра кладовой «Алёкмы». С ХПК поиск ведёт заготовку комбикормов. Но на сегодня они не смогут обеспечить межрайон в полной мере. Но на сегодняшний день его мощности по производству комбикормов не закрывают всю потребность алюкминчан. Поэтому мы совместно с этим хозяйством думаем об увеличении мощностей по производству комбикормов. Необходимо закупать новое оборудование для того, чтобы увеличить объём. Ну и, конечно же, необходимо увеличивать и посевные площади. В 2015 году хозяйство Марии Дмитриевны Керенки Василия Второй Нерюктяинск получило сельскохозяйственный грант. Основные средства вложены в строительство коровника на 80 голов. Ферма практически завершена. Здесь прошёл обстоятельный разговор. Поддержка имеет большое значение. Но пока производителям всё же сложно получить кредиты. Со своей стороны министерство готово оказать поддержку тем, кто действительно работает на развитие. Министерство сельского хозяйства всегда стремится поддерживать тех людей, которые расширяют своё хозяйство. Начинают заниматься это молодые фермеры. Ежегодно мы для них тоже предусматриваем средства. Поэтому мы видим, что на территории Олёкминского района молодёжь очень занимается сельским хозяйством. И необходимо, конечно же, всех тех людей, которые хотят заниматься, которые активны в этом плане. Мы их будем всегда поддерживать. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК САХ, Олёкминск. Субтитры создавал DimaTorzok